Всем привет, меня зовут Ника и вы на канале Розетка.юа. Подписывайтесь, если еще не подписались и поехали смотреть видео. Целых две трети пользователей интернета используют Google Chrome. И вы знаете, это резонно, он удобен и не требует лишних танцев с бубном. Но если есть возможность сделать этот браузер еще круче, этим нужно пользоваться. Не зря боги гугл послали нам расширения. Сегодня я расскажу, как расширения упрощают работу в Google Chrome. Пользователи Chrome делятся на два типа. Те, у кого открыто много вкладок, и те, у кого открыто дофигища вкладок. Проблема обеих решаема, достаточно установить расширение-ограничитель. Лучший вариант – Xtab. Работает просто. Нажимаем на значок и выбираем максимальное количество вкладок, и какие вкладки будут автоматически закрываться, если этот лимит превысить, например, давно открытые, недоступные или менее используемые. Если по загрузке процессора кажется, что ваш компьютер втихаря майнит криптовалюту, то попробуйте расширение The Great Suspender. Расширение автоматически останавливает работу ненужных вкладок, оставляя их значок и заголовок. Это уменьшает количество активных элементов и скриптов на странице. Вкладку можно восстановить, щелкнув на нее в любом месте. Похоже, работает и OneTab. Это расширение поможет закрыть все ваши сто пятьсот вкладок и не потерять вам тот важный рецепт борща и статью в Википедии про немецкое барокко, которую зачем-то открыли в час ночи. Одним щелчком кнопки составляем список ссылок, которые можно будет просмотреть позже. Это сэкономит оперативную память и ускорит работу браузера. Гоустери позволяет увидеть, какие веб-сайты отслеживают и собирают о вас данные. Расширение создает небольшую иконку с номером, показывая вам, сколько трекеров у каждого сайта. Например, у Википедии их ноль, но далеко не все сайты такие милые. С помощью Гоустери пользователь получает дефицитную нынче анонимность, блокируя скрипты, собирающие данные. Лонгриды – это мое все, но больше всего я люблю их сохранять, чтобы потом не читать. Расширение Покет круто тем, что сохраняет интересные материалы и синхронизируется с приложением для iOS и Android. Так что рецепт борща не потеряется и будет доступен оффлайн. А теперь туда можно загружать еще и видео. Так что если вы не успели посмотреть мой предыдущий ролик, сохраняйте и наслаждайтесь где угодно, хоть в самолете, хоть в маршрутке. Ошибка 404 просто преследует меня в интернете. Если у вас такая же проблема, то расширение Wayback Machine может помочь. Оно обнаруживает стандартные ошибки типа 404 или 500 и проверяет, доступны ли архивные версии запрошенных сайтов. Кстати, так можно почитать удаленные страницы или исчезнувшие аккаунты в соцсетях. У меня, как у блогера, такие штуки, как Nimbus Screenshot всегда под рукой. Этим расширением я пользуюсь почти что ежедневно. Скриншоты, скринкасты, быстрая панелька для редактирования этого всего – то, что нужно для подготовки нового видео. А результат можно сохранить в Nimbus Note на Google диске или же на компьютере в удобном формате. До сих пор клавиша Backspace на клавиатуре работала как кнопка назад в Chrome. В ту злосчастную дату Google удалила один из самых полезных шоткатов. К счастью, через несколько недель она его вернула только в виде расширения, которое так и назвала Go Back with Backspace. Конечно, можно взять и зажать Alt и левую стрелку, чтобы вернуться на предыдущую страницу. Но скажите мне, зачем нажимать две клавиши, если можно нажать одну? Прошли времена, когда пароли могли быть просто именами или датами рождения. Теперь все чаще сайты требуют более изощренных фраз для входа в аккаунт. В мире, где у каждого миллион разных профилей – фейковых и рабочих аккаунтов, в принципе, без менеджера паролей делать нечего. Запомнить их все ну просто нереально. Для этого существует расширение LastPass. Оно синхронизируется с приложением на смартфоне и сохраняет все пароли. И ваша главная задача – не забыть пароль от самого расширения. Часто бывает, что посмотрев ролик любимого блогера, то есть мой, потом идешь гулять по рекомендациям ютуба и через два часа ловишь себя на просмотре документалки о жизни киргизского пастуха. Так уже сложилось, что все в интернете рассчитано на то, чтобы мы с вами там тратили как можно больше времени. Такое беспросветное интернет-потребительство надо искоренять. Сделать это можно с помощью Habit Lab. Расширение помогает контролировать свои онлайн-привычки, показывает инфографику, сколько времени и на каком сайте мы потратили впустую. Есть и ограничивающие функции, преследующий таймер Gatekeeper, который заставляет вас подождать несколько секунд, прежде чем загружать новую страницу. И One Minute Assassin, который закрывает вкладку через 60 секунд. С Grammarly в принципе все просто, хотите грамотно писать на английском – используйте его. Расширение лично мне очень помогает с официальными письмами, ведь с артиклями у меня просто беда. Обычно у каждого человека есть своя особенная траектория пользования браузером. Если при этом нужно экономить время, то это к Wildfire. Основываясь на вашей траектории, расширение автоматизирует работу в Chrome. Сначала вы записываете последовательность часто повторяемых действий. Затем сможете отредактировать этот сценарий и применять его для удобства и экономии времени. Вот такой у меня топчик расширений для Chrome. Напишите мне в комментариях, каким расширением пользуетесь вы. Ну и не забывайте подписываться, особенно на Инстаграм Розетки. И ставьте там большие-большие лайки под моими видео. Всем пока, котики. Сегодня я танцевать не буду, потому что я очень сильно боюсь упасть. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok